Азербайджан Здравствуйте Добро пожаловать на эфир Спасибо, что нашли время Я знаю, что сейчас у Центральной избирательной комиссии Азербайджана Максимально плотный график работы Страна идет к важнейшим президентским выборам И очередным президентским выборам Который состоится 7 февраля Так вот, 7 февраля буквально состоится уже день голосования Считанные дни остаются до самой агитационной кампании Когда уже, я так понимаю, процесс регистрации кандидатов уже завершился Есть определенное количество кандидатов Которые уже будут вноситься в бюллетени непосредственно И уже 15-го они начнут рассказывать людям Что они им обещают в случае избрания 7 февраля Что будет Зритель, чтобы понимал Эти выборы у нас внеочередные Последний раз президентские выборы Если мне не изменяет память Была 11 апреля 2018 года На них с внушительным перевесом Победил президент Азербайджан Аль-Хамалиев Я хотел бы начать с такого момента Какая картина у нас Я хотел бы, чтобы общую картину дали нашим зрителям Какая у нас картина За буквально несколько дней до дня голосования складывается И есть такой нюанс Выборы внеочередные И вот как с точки зрения подготовки к дню голосования Избирательного процесса Это же сложнейший процесс, многоуровневый Как это повлияло на работу центральной избирательной комиссии? Спасибо за вопрос Вы совершенно правы, что это очень сложный, трудоемкий процесс Но несмотря на то, что выборы эти президентские неочередные Закон устанавливает одинаковый подход Одинаковые условия для проведения выборов То есть разница между очередными и неочередными выборами В плане организационных вопросов Никакой разницы не имеет Поэтому центральная избирательная комиссия Как бы после объявления 7 декабря О проведении неочередных выборов Приступила, тут же приступила к работе И утвердил план, график работы по проведению выборов Но поскольку у нас имеется опыт проведения выборов И президентских, и парламентских И муниципальных В том числе и проведения референдумов То есть вопрос в том, какая разница между этими выборами и другими В принципе, единственное С точки зрения организации вы даже не почувствуете В организационном плане никаких, так сказать, различий в этом плане нет Как я сказал, центральная избирательная комиссия Увидела план работы по подготовке В принципе, если так подойти к выборам как к самому процессу Выборы можно условно разделить на 4 этапа Это первый этап, объявление выборов Как я сказал, 7 декабря Этот этап мы прошли уже? Да, этот этап мы прошли Второй этап, это подготовка выборов И третий этап, это день голосования То есть проведение самих выборов И послевыборный период В принципе, если так подойти То самый сложный и во временном плане И в организационном плане Это подготовительный процесс Весь этот процесс направлен на то, что Всего один день Центральной, участковой избирательной комиссии Проводили эти выборы Конечно, это очень сложный, в принципе, процесс Но поскольку мы имеем уже богатый опыт по проведению выборов В принципе, никаких, так сказать, эксцессов не произошло То есть все в рабочем режиме? Да, в рабочем режиме Вот мы проводим различные семинары Иногда меняется формат, например И тематика тоже меняется В этот раз у нас в основном встречи были Например, с молодежью Здесь тоже свой нюанс в том смысле, что Поскольку последние выборы у нас были в 2020 году Парламентские выборы Четыре года прошло между этими выборами И, как вы знаете, каждый год список избирателей обновляется В основном за счет лиц, достигших 18-летнего возраста То есть людям, которым предстоит проголосовать первый раз И вот исходя из этого, за эти четыре года очень много избирателей Уже первый раз будут голосовать Поэтому Центральная избирательная комиссия вместе с молодежными организациями Проводила разные семинары Именно с теми лицами, которые будут голосовать впервые Им было в семинаре, было им объяснено, как будут они голосовать Как, в чем смысл их голосования То есть вот эти моменты Помимо того, в этот раз мы проводили Каждый раз при подготовке проводились мероприятия Мы проводили мероприятия и с судьями Поскольку, вы знаете, в каждом избирательном процессе возникают какие-то Не то, что нарушение А человек, который считает, что были нарушены его права Он обращается в избирательную комиссию И в конечном итоге, если он не согласен с решением избирательной комиссии И суды, насколько я понимаю, в тот день, седьмого, они должны работать максимально оперативно Потому что это вот молниеносно должно происходить То есть закон четко определяет, какие жалобы, какие условия для обращения Допустим, на решение участковой избирательной комиссии На решение окружной избирательной комиссии И на решение центральной избирательной комиссии Сейчас, вот, как вы правильно отметили Что 15-го числа начинается агитационная кампания И закон четко определил момент начала И момент окончания агитационного процесса Дело в том, что, наверняка, вы знаете, во-первых, следует отметить Что на этих выборах, как кандидаты в президенты, задействовало 7 кандидатов Обращались около 17 человек Но в основном они не установлены законом срок То есть до 18 часов 8 января Они должны были предоставить документы Чтобы потом вопрос решился Но поскольку всего 7 кандидатов успели или смогли Это уже зависит от того, как они этот вопрос решили Предоставили документы И 7 кандидатов зарегистрировали в качестве кандидатов в президенты на выборах Я очень извиняюсь, вот этот важный момент Основной случай нерегистрации кандидатов Связан с тем, что документы полностью не представлены Да, в этот раз, Анаман, отказа от регистрации как такового не было Хотя закон предусматривает такую возможность То есть утвержденный кандидат Которому выдаются бланки для сбора подписей Кстати, какое количество подписей должен был быть? Минимум 40 тысяч Минимум 40 тысяч, чтобы считать Максимальный предел не ограничен Но минимум 40 тысяч 40 тысяч граждан зарегистрировали должны быть И очень важный условие, хотя это уже прошедший этап Но очень важный условие, что эти подписи должны быть собраны Не менее 60 избирательных участков Локально в какой-то одной географии в регионе Собрать подписи это не пройдет В принципе, да Поэтому вот создается экспертная группа Которая проверяет все эти моменты В том числе и из скольких округов они были И вот когда в Центральной избирательной комиссии Обсуждался вопрос утверждения кандидатов Один из моментов заключения эксперта Эти подписи, допустим, собраны из 65 округов Ни одного случая нет, чтобы подписи были собраны 59 округов Не соответствовали как бы тем условиям Ну, закон устанавливал вот такие пределы Больше, то есть 40 тысяч это минимально Максимальный предел не установлен Но до 50, в принципе, даже может быть нет смысла Но минимум должно быть 40 тысяч И при том правильных Правильных, вот Да, вот Правильность этих подписей проверяет эксперт Почерковед То есть, если даже 39 тысяч 999 подписей В принципе, по закону уже Можно отказаться в регистрации Да, Фондар, я бы хотел коснуться еще такого момента Это наблюдателей день голосования Потому что наблюдатели Это один из стержневых моментов С точки зрения прозрачности избирательного процесса И доступа людей к тому, как этот процесс идет Да, это и у нас так, и за рубежом так Да и, в принципе, ну, такого особого изобретения С точки зрения электоральных процессов В этом плане нет Наблюдатели – это важный элемент Вот они определяют, насколько идет прозрачным Я бы хотел бы узнать, во-первых, сколько у нас наблюдателей Зарубежных и местных Вообще, законодательство позволяет Насколько быть зарубежным и местным Насколько сложная процедура регистрации Вот отдельно взятый гражданин Хочет стать наблюдателем Что он должен сделать Ну и по поводу, что им позволено в день голосования Что не позволено с точки зрения прав, полномочий и возможностей Вы совершенно правильно отметили Что институт наблюдения за выборами Обеспечивает открытость, гласность Самого избирательного процесса Поэтому закон устанавливает различные моменты Регистрации наблюдателей Наблюдателем может быть лицо, достигшее То есть граждане Азербайджана Достигшее 18-летнего возраста Сам, собственно, может изъявить желание Участвовать в качестве наблюдателя Помимо того, кандидат президента Политическая партия, которая выдвинула президента Его адвокаты, его полномочия лица Тоже могут быть наблюдателями на выборах Для этого у них не требуется дополнительной регистрации То есть он предоставляет свое удостоверение Что он является полномочным лицом Или адвокатом Или членом партии, который выдвинул Кандидат президента Может участвовать Помимо того, закон устанавливает несколько моментов Во-первых, есть наблюдатели Категория наблюдателей Которые имеют право наблюдать на выборах По всей территории республики В день голосования могут быть и в Баку, и в Ген-Джи В принципе, да Если успеть, конечно Физически, да Физически, теоретически можно представить Все в Баку и, допустим, в отдаленном Теоретически, да Но закон дает им такое право Что они могут наблюдать за выборами На всей территории республики Это не значит, что только на день выборов В день выборов То есть они могут Если уже зарегистрированы Они имеют право Как бы объезжать всю республику Наблюдать подготовительные А, даже подготовительные Да, да Не обязательно только день выборов В день голосования Помимо того Есть категория наблюдателей Которые регистрируются В определенных избирательных округах Эти лица имеют право Проводить наблюдение И подготовку И сам процесс голосования Только в пределах этого округа Помимо того Есть наблюдатели Со специальным разрешением И они регистрируются Только в центральной избирательной комиссии Во-первых, я упустил тот момент Что наблюдатели Которые наблюдают На территории всей республики Они тоже регистрируются В центральной избирательной комиссии А остальные на... В комиссиях более низкого уровня Да, если вот человек обратился Хочет в каком-то определенном Избирательном округе Проводить наблюдение Он обращается в избирательный округ Той территории, к которой он обращается Закон устанавливает Во-первых, в количественном плане Нет никаких ограничений То есть в день голосования Да, в день голосования Кто хочет... Кто хочет... И наверняка вы тоже голосовали Вы тоже принимали участие Как бы в день голосования Наверняка обращали внимание Что в каждом избирательном участке Очень много наблюдателей Во-первых... Иногда их больше даже, чем голосующих Да То есть одномоментно Я имею в виду Ну это... Я думаю, что это От большого интереса К выборному процессу вообще И, естественно Каждый наблюдатель Здесь, если вот теоретически подойти Можно сказать, что Есть наблюдатель, который Представляет интересы Какого-то кандидата Хотя они не имеют права Там проводить, допустим Как бы... Я опережаю Вот вопрос Наблюдатель Несмотря на то, что он представляет Конкретного кандидата Он не имеет права Там проводить какую-то акционную работу И вообще призывать людей Голосовать Ну да Его дело наблюдать Есть наблюдатели Которые Как бы По собственной инициативе Выдвигают свою кандидатуру Обращаются За 10 дней до дня голосования Они обращаются Если они хотят По всей республике Они обращаются В Центральной избирательной комиссии Центральная избирательная комиссия В течение 5 дней Рассматривают их заявление Единственным моментом Для отказа от регистрации Может служить то, что Данные которые Ведь человек Который обращается Он естественно Должен представлять Какие-то документы Первичные данные О себе Свои данные Где работают Кто, как И так далее И там подобное То есть Единственной причиной Может явиться То, что Данные Которые Там Они отражены Не соответствуют Действительности За 5 дней В течение Ведения 5 дней Центральная избирательная комиссия Решает вопрос Ну, я Честно говоря До сих пор На моей практике Не было случая Когда наблюдатели Какому-то отказывали В регистрации В окружных Ведения Несколько сроки Более Так сказать Для того Чтобы Как бы Улучшить Возможности Наблюдения За 5 дней До Дня голосования Они могут Обращаться И за 3 дня До голосования Вопрос должен Должен быть То есть Если я вас правильно Понимаю Что уже сейчас Они могут Обращаться Дедлайн Это До 10 дней До 5 дней До 3 В зависимости От масштаба Наблюдения И вопрос В том Что Наблюдатели Могут обращаться Даже с момента Старта Начала Выборов И вот На сегодняшний день Я это Особо отмечаю Отдел Акция Что на сегодняшний день Более Около 20 тысяч Уже Зарегистрировано И это цифра По стране Да По стране И эта цифра В принципе Меняется Буквально Каждый час Ну Естественно Итоги Подводятся К концу дня Поэтому Будем Исказить Из того Что на сегодняшний Вот на этот момент Более 20 тысяч Более 20 тысяч Помимо Наших местных Как бы Наблюдателей По поводу Иностранцев Я думаю Что это И зрители Будет Вы сказали Что наблюдатель Должен быть Гражданином Азербайджана Но мы Видим Практику Иностранных Наблюдателей Я хотим Чуть подробнее Вот поэтому Есть Разница Особо Отмечается Иностранный Наблюдатель Иностранный Наблюдатель Это Гражданин То есть Представьте Гражданин Азербайджана Не может быть Иностранным Наблюдателем Даже если Какая-то Международная Организация Его будет Выдвигать В качестве В ту категорию Он не входит Да Он Гражданин Азербайджана Не имеет права Быть Международным Наблюдателем А по правам Они как отличаются Иностранный Наблюдатель И местный Наблюдатель Вот у них У кого-то Больше возможно У кого-то Меньше Как это Вот опять-таки Мы будем Исходить с того Что Избирательные Законодательства Азербайджана Создают всем Равные условия И естественно Всем равные Требования То есть Принципиального Отличия От Наблюдателя Международного И Наблюдателя От Азербайджана Абсолютно Никакого То есть У них Одинаковые Права Одинаковые Обязанности Одинаковые Запрещенные Моменты И для Одинаковые И для Наблюдателей Азербайджана И для Международной Организации То есть Международные Наблюдатели На сегодняшний день Около 100 Пока И нас Международных Наблюдателей Уже Зарегистрированы Но я думаю Что их число Будет Увеличиваться Это Тоже Зависит От Интереса Самих Международных Организаций И помимо того Центральная Избирательная Комиссия Парламент Азербайджанской Республики Исполнительный Орган Имеет Право Приглашать Международных Наблюдателей Эти Приглашения Уже Отправлены Кое Какие Организации Уже Как бы Давайте подробнее Проинформирую Нашим зрителям Когда мы говорим Международные Наблюдатели Институциональные Я знаю что Институционально Этим занимается В первую очередь ОБСЕ Если не ошибаюсь У них есть Варшавское Бюро ОБСЕ Вот они По выборам Очень сильно Специализируются Они Но какие Международные Организации Сейчас проявляют Интерес Хотят наблюдать Кому Отправили Приглашение Ну и кто Уже Начал работать То есть Сейчас В этот Период Когда компания Уже где-то В экваторе Своем Дело в том Что Вот Каким органам Отправлены Приглашения Допустим Парламентом Или Исполнительной Власти Честно говоря Я не знаю Но Традиционно Вы правильно Говорите Что ОБСЕ Принимает Активное Участие На наших Выборах И буквально Недавно Мы проводили Мероприятие В Шельванском Районе Где Было Собрано Около 25 Где-то Избирательных Округов Судьями И там Присутствовали Международные Наблюдатели От ОБСЕ То есть Они На длительное Время Зарегистрированы И они Буквально Участвуют На всех Мероприятиях Связанных С выборами Значит Один из Германии Был Другой Из России Но Они Представители ОБСЕ Это Бюро По демократичным Институтам И правом Человек То есть Вот Приглашение Допустим Я точно Знаю Что Из Парламентской Ассамблеи Это Отослано От них Тоже Уже Есть Реакция У СНГ СНГ Тоже Будет Участвовать И еще Пять Если Память не Изменяет Пять Членов Центральной Избирательной Комиссии Турки Турции Во главе Кажется С председателем Они тоже В качестве Наблюдателя Уже Изъявили Желание Принимать Участие То есть Из-за рубежа Интерес Есть Конечно Интерес Есть Интерес Есть И В принципе Интерес Всегда Был И Я думаю Что На этот раз Этот интерес Не Спал К этим Моментам Мы еще Если Эфирное Время Позволит Вернемся Но я Хотел Коснуться Такого Момента В котором Ну Знаете В какой-то Этап Наших Электоральных Процессов В стране Было Даже Ощущение Что Азербайджан Применяет Это С опережающими Какими-то Вот Таким Темпами Это Видеонаблюдение На избирательных Участках День голосования То есть Из любой Точки Земного Шара Если У вас Есть Доступ Интернет Вы Можете Наблюдать Процесс Голосования Как люди Бюллетени Сбрасывают Как обстоит Дело Сейчас С этим Я опять У меня Было Ощущение Что В некоторых Станах Это еще Даже Не реализовывали А в Азербайджане Эта практика Уже Существуют Не первые Выборы А какое Количество Избирательных Участков Планируется Охватить И с технической Точкой зрения Это какая Нагрузка Изменения Какие-то Может быть В этом направлении Есть Вы Совершенно Правильно Отметили Что Современная Жизнь Невозможно Представить Без Информационно Технологических Новшеств В том числе В этом плане Впервые Мировой Избирательной Практики Это мы можем С гордостью Говорить В Азербайджане Были установлены Веб-камеры На избирательных Участках На избирательных Конкретно На избирательных Участках Они начинают Функционировать Естественно Наверняка Уже Прогонка прошла Чтобы проверить Их рабочее состояние Они начинают Работать С момента Открытия Для голосования Участка И до Завершения Работы Избирательного Участка Избирательный Участок Завершает Свою работу После подсчета После всех процедур И подсчета голосов То есть Процесс подсчета голосов Тоже фиксируется Фиксируется Абсолютно все Идет круглосуточная Запись Помимо того Как вы правильно Отметили Что любой Интересующийся Гражданин Или иностранец Не имеет Абсолютно Никакого значения Может Наблюдать Вот эти все Более тысячи Участков Или же Если у него Интерес В каком-то Отдельном Участке Он может С момента Начала До окончания Голосования Наблюдать И Более 25% Участков Установлены Вот эти Веб-камеры А что касается Честно говоря После Нашей практики В некоторых Государствах Тоже начали Внедрить Внедрять Вот эти Новшества Например Если память Не изменяет В России Белоруссии Однозначно Вот они Уже Используют А в других Странах Честно говоря У меня Такой Обширной Информации Нет Но я Уверен Что Для Обеспечения Открытой Согласности Выборов Это Очень Хороший Инструмент И на Винниках Каждая Камера Это Как один Дополнительный Минимум Наблюдатель Наблюдатель Плюс Средства Массовой Информации Имеют Право Проводить Съемки На Участках В конкретно Весь день Голосования В принципе Они могут Там Конкретно Участках Голосования То есть Смотрите Сколько Моментов Обеспечивающих Открытость Сгласность Избирательного Процесса Вы сказали По поводу Средств массовой информации Но мы живем В такую эпоху Вот телефон Каждый гражданин Он в некотором смысле Оператор Получается Как это регулируется Вот в день Голосования Можно заходить С телефонами Нельзя Снимать Не снимать С одной стороны Контролировать Миллионы людей У которых Каждого в кармане Есть эта камера Достаточно сложно С другой стороны Избирательный процесс Весьма и весьма Это ответственная вещь И вот как бы Хотелось бы понять Как должен вести себя Граждане Все равно Если мы объявляем Об открытых выборах Если мы позволяем То есть закон Наблюдатели Веб-камеры Все массовые информации Которые снимают То я думаю Что съемки Телефоном Я думаю Что здесь То есть на избирательном Часто граждане Заходят с телефоном В принципе Могут и снимать То есть тут Да Ну вы знаете Это нельзя уже использовать Вот например Иногда Определенные наблюдатели Ну какие-то там В принципе В принципе Наблюдение В чем заключается Он увидел Какое-то нарушение Возможно Вы понимаете Это жизнь такая Что только что Человек Ненарочно Допустил Какую-то оплошную Человеческий фактор Да Человеческий фактор То есть Наблюдатель Увидев это Должен Тут же Сообщить Председателю Участковой Избирательной комиссии Если он уже Не устранит Вот этот Ненаслад Тогда он может Допустим Пожаловаться И видимо Он допустим Этот Снимает Для того Чтобы как бы Утвердить Что вот На самом деле Было такое нарушение Но Если подать Подходить Более Так сказать Логически То Увидев нарушение Наблюдатель Обязательно Должен Тут же сообщить Да Но мы сейчас Наблюдаем Люди когда посещают Какие-то мероприятия И так далее Считают важным Выставить это В социальной сети Что он там побывал На футбольном матче И так далее У меня есть ощущение Что с выборами Получится что-то похожая картина Люди будут подтверждать Что они проголосовали В этот день Есть еще один момент Есть еще один момент Который Я помню Что это были споры Применять это Или не Но в итоге Было принято решение Применять Это применение Прозрачных чернил В ходе голосования Это как бы Предотвращает Повторное голосование Потому что там Есть специальная аппаратура Которая Может этот маркер Потом показать Что вы голосовали Не голосовали Во-первых Продолжается ли Эта практика Применения На электоральных процессах В Азербайджане 7 февраля Мы это увидим Или нет И аналогичные Может быть Какие-то еще Технические моменты Есть Которые Вот комиссия Центральная избирательная ЦИК Намерен Применять 7 февраля С точки зрения Опять же Предотвращения Возможного Повторного голосования Вы опять-таки Совершенно правильно Говорите Что в свое время Были споры Вводить Не вводить Это в какой-то Прозрачными делать Не прозрачными делать Это я помню Но в конечном итоге Это уже И в избирательном кодексе Тоже есть Выборы проводятся С маркировкой Невидимые И Особенно важно Не вредными Для здоровья Потому что Некоторые люди Могут опасаться Что это чернила Какой-то вред Может нанести здоровью Абсолютно нейтрально Как бы Но невидимые Чернил Которые видны Только при Ультрафиолетовом Освещении Поэтому Когда избиратель Заходит в избирательный участок Один из членов Участковой избирательной комиссии С ультрафиолетовой Он проверяет Потом распускают Непосредственно Большой палец Левой руки Если здесь Маркировки нет Это палец Да Большой палец Левой руки И тогда он уже подходит К столу Где выдается Бюллетение И тогда Уже после Выдачи бюллетеня Ему маркируют Пальц Или до этого Потом выдает Янт То есть Вот здесь Это Конкретно В какие-то рамки Это Понятно То есть Человек Когда получает Бюллетень Для голосования Маркируется Его палец Он заходит В кабину Там Делать Свои отметки Бросает Бюллетень Выходит То есть Если он повторно Появится На избирательном Участке Его проверят Скажут Ты голосовал Естественно Если у него На пальце Обнаружатся Следы Вот этих Синьон Естественно Он не будет Допущен К повторному Голосованию Еще Еще один Важный момент Я бы Его назвал Историческим Моментом Впервые В принципе Со дня Независимости Можно сказать Избирательный Процесс В Азербайджане Пройдет Уже на Особожденных Территориях Здесь Конечно Есть И Скажем Так Ну Законное Право Этих Людей Голосовать Но Есть Некий Ну Символический Момент Что Это Получается Это Связано С теми Событиями Последних Трех Лет Которые Происходят В жизни Нашей Страны Разумеется Радующие Нас Другое Дело Что Когда ты Что-то Делаешь Впервые Там Вот Как Сложностей Человеческого Фактора Бывает Много Впервые Будут Проводиться Мы Знаем Что Там Ну Помимо Всего Прочего Там Непростая Ситуация И По Минным Загрязнению Есть Да И Другое Дело Что Там Жизнь Поэтапно Возвращать Сейчас Я Там Был Там Дороги Строить Так Далее Во-первых Хотелось бы Понять Как ЦИК Организует Электоральный Процесс Там Как Идет Сложно Не Сложно И О Каких Масштабах Можно Ити Речь Понятное Дело Что Там Сейчас Население Не То Что Даже Когда Было В 90 Когда Произошла Окупация Но Опять же С точки Звения Избирательного Права Гражданин Если Там Уже Живет Работает Он Должен Иметь Право Проголосовать Как Все Это Делается Вы Вначале Задали Вопрос Относительно Отличие Этих Неочетанных Выборов От других Выборов Я Сказал Что Абсолютно Никаких Отличий В законодательном Плане В смысле В организационном Процессе И так далее Но Вы Совершенно Правильно Отметили Что Эти выборы Имеют Особое Значение В том Плане Что Впервые После Завоевания Азербайджаном Независимости Впервые Голосования Проводятся По всей Территории Азербайджанской Республики Мы знаем Что Наши Территории Были Оккупированы И В конечном В итоге Мы Уже Освободили Эти территории Это Азербайджан Постанил Своё Суверенное Право На Все Территории Азербайджанской Республики И там Будет Проведено Впервые За Время Независимости Впервые Будет Проведено Голосование Естественно Это Обязывало Центральной Бюра Комиссии Принимать Определённые Шаги И Проводить Определённые Мероприятия С этой целью Член ЦИКа И Сотрудник Аппарата Центральной Избирательной Комиссии Выезжали В освобождённую Регион И Выбирали Места Для проведения Голосования И Я вам С полной Уверенностью Могу Сказать Что Уже Установлены Места Где будут Проводиться Голосования В этих Даже В Ханкенде Уже Установлено Установлено Место Где будет Проводиться Выбор 26 Участков 26 Избирательных Участков На ныне Уже Освобождённых Территорий Количество Избирателей Конкретизировано Где-то Около Может быть Больше Может быть Меньше 20 тысяч Поскольку Если Сходить Из квоты На Избирательный Участок То Приблизительно Так Получается Ну Естественно Я Что в будущем Даже К следующим Выборам Какие бы Они не были То есть Какие бы Выборы Не были Число Этих Участков Увеличится Поскольку Всё В данном Случше Уже Зависит От Заселения Этих Территорий Вы знаете Что там Идут Огромные Строительные Работы И так далее И люди Поэтапно Заселяются То есть С заселением Уже увеличивается Число Избирателей Естественно Должно Быть увеличено Число Избирательных Участков То есть В конечном итоге Если коротко Ещё раз Сказать 26 избирательных Участков Конкретно И даже Наш Представитель Господин Панахов Вчера На мероприятии Сказал Что В этих Избирательных Участках Условия Намного Лучше Чем В традиционных Наших Участках Поскольку Там же Как мы сказали Что идёт Огромное Строительство Там всё новое Да всё новое В основном Новые В этих новых Уже Зданиях Или там Не знаю Местах Уже Установлены Избирательной комиссии Я хотел бы коснуться Ещё одного Момента Это тоже Важнейший Момент С которым Как правило Нюансы Могут возникать В день Голосования Это списки Избирателей Дело в том Что он обновляется Я В принципе За многие годы Мы сотрудничаем С ЦИК Работа Я знаю Что этот процесс Не останавливается От выборов К выбору Людям кажется Что они только Работают День голосования Но это не так Эти списки Избирателей Работают Во-первых Как обстоит Дело Потому что Вот мы сказали Что плотный график Работы ЦИК И вот эти В два месяца Всё это сделать Это делают сотрудники Участковых избирательных комиссий Окружных избирателей Центральной комиссии Но Списки избирателей По моим ощущениям Это тот процесс Где ЦИК Пытается вовлечь И простых граждан Постоянно говоря Проверяйте списки Смотрите И так далее Но тут уже Как говорится Тот самый человеческий фактор Я скажу Как по обыкновению Голосует наш человек Как он идёт Деньг Он говорит На прошлых выборах Я голосовал Вот в той-то школе Ну и идёт Утром собрался И пошёл туда И разумеется Бывают случаи Когда ну вот Как-то поменялся Дислокация меняется Да Дислокация меняется Да Вот как пошёл Вообще процесс Этот И вы сказали По поводу Вначале Оперативной работы Судебных органов В день голосования Вот отдельно Вот наш Так сказать Избиратель тоже смотрит Да Отдельно взятый избиратель Даже если он правильно Пошёл на свой Избирательный участник Вот так получилось Его имени нет Он пришёл И он говорит Ну да Вы живёте по этому адресу А ваше имя Что ему делать Во-первых Вы совершенно Опять-таки Правильно отметили Что список избирателей Один из сложных Трудоёмких моментов В работе вообще Центральной избирательной комиссии Почему И даже кодекс Обязывает С каждого января Следующего года Начинается обновление Списков избирателей И уже К концу мая Эти списки Должны быть утверждены Но закон Устанавливает Ещё другой порядок Что за 25 дней До выборов Должны быть Проверены В очередной раз Как бы Допустим За 25 дней Да За 25 дней До голосования Эти списки Вновь Как бы Проверяются Обновляются А что касается Привлечения граждан Да Центральная избирательная комиссия Неоднократно И Публичных выступлений Да Это заметно Всегда Напоминает граждан Что проверяйте Свои То есть В списке избирателей Найдите себя Не надо лениться Да Не надо лениться Естественно Бывают случаи Опять-таки Человеческие факты Несмотря на Технические возможности Человеческие факты Всё-таки Как говорится Никто не отменяет Да Никто не отменял Человек Который не нашёл себя В списке избирателей Здесь Момент возникает Иногда в том случае Когда человек Живёт в одном месте Зарезированный В другом месте Допустим Это тоже То есть Человек Который Допустим Раньше голосовал Где-то В каком-то Определённом округе Он Должен Обратиться Либо В сайте ЦК Вот эти списки Избирателей Найти себя А вот это важно Вот это важно Расскажите Потому что Онлайн можно Это проверить Да конечно Чтобы люди понимали Да Помимо того Он В списке То есть Списки избирателей Но без указания Вот этих моментов Там Его адреса Телефона Просто список Конкретный список Избиратель Вывешивается Для обозрения Или же Даже если Допустим По каким-то Техническим причинам Эти списки Не вывешены Он может обратиться К окружную Избирательную комиссию Чтобы проверили И если Его имени там нет Он С подтверждающим Документом Что он Является Именно Избирателем Этого участка То он Обращается И его Включает В список Избирателей То есть Во время Последних выборов Не было Случа Когда Участковой Избирательной Комиссии Кому-то Отказывали Этот человек Вынужден был Обратиться В суд Для регистрации То есть Не было Такого случая То есть Человек Который приходит Но вы сказали Что это происходит Непосредственно И включение Его в список Не на участке А на окружной Избирательной комиссии Там будет Или на участке Тоже То есть Человек пришел На участок Да Он видит Что его имени Нет Он обращается Представляет документы Они смотрят Его адрес Здесь момент Какой может быть Допустим Дислокация Вот этого участка Поменялась То есть Если Как вы правильно сказали Что человек Голосовал Сегодня В одном участке А сейчас Его имя Попало В другой участок Поэтому Желательно Конечно В окружную Избирательную комиссию Еще один Такой момент Баку сейчас Город большой Разрастается Очень много Людей из регионов Приезжает И так далее Но это обычные Процессы Вот как будет С ними Эта ситуация Которая здесь В Баку Но я так понимаю То что вы говорите Регистрация На бумаге А не где-то в регионе Вот как это Им надо ехать Туда Это как-то Как ЦИК Находит выход Из этой ситуации Для этого Существует Законное основание Законный порядок Голосования То есть Лица Которые не могут Голосовать Где они Зарегистрированы Где они В списке Избирателей Получают Открепительный талон Расскажите Как процедурно Обращайтесь Опять-таки Здесь уже Вот это В основном Касается Студентов И поэтому Когда мы Проводили Вот эти мероприятия Списами Которые будут Первые голосовать Основно Студенты И дело в том Что эти выборы Как бы Приходят На Каникулу Так скажем И многие Могут выехать К себе В район И мы Им объясняли Что если Вы не можете Голосовать В том районе Где вы Зарегистрированы То вы должны В избирательном Округе Обратиться В округ Найти себя В списке И получить Открепительный Талон И вопрос Здесь в чем Поскольку На президентских Выборах Азербайджан Является Целым Единым Избирательным Округом То он В любом Месте С этим Открепительным Талоном В любом Месте Азербайджанской Республики Может проголосовать Президент Открепительный Талон Ему дают Непосредственно Где Окружная Избирательная Комиссия Окружная То есть Назволька Они непосредственно Там Зарегистрированы Он должен пойти в окружную избирательную комиссию И там Ему открыть Получить Вот эту Выписку И обратиться Опять-таки Я говорю По всей республике В любом Участке Он может подойти Предъявить Это что Ну У него никуда Не будет спрашивать По какой причине Почему Просто человек Не может голосовать Где Самый Зарегистрированный Не может голосовать Сейчас люди Динамичные Хотелось бы еще такого момента коснуться Он касается персонально кандидатов Дело в том Что По поводу фондов кандидатов Ну Выборы Дело затратное Для кандидатов Я хочу все-таки понять По каким Правилам Они будут Будут формировать Или уже формируют Свои избирательные фонды То есть Деньги на агитационную кампанию Которую они потратят Здесь есть Нижний предел Здесь есть Верхний предел Кто может Профинансировать кандидатов Президента БДЗ А кто не может Каково иностранное участие Ну и потом Что с этими деньгами Бывает потом Самым На самом деле Избирательный процесс Это очень Затратный В материальном плане Процесс И естественно Для этого требуется Определенное сейство Поэтому Закон устанавливает После утверждения Кандидатуры Человек Который Получает Бланки Для подписи Избирателей Через какое-то время Он должен Вернуть Эти Подписи То есть Как мы сказали 40 тысяч подписей Но Документы Которые Представляются Не ограничиваются Только Вот этим Этими листами Туда Они Вкладывают И Затраты Которые Они Во-первых Они тут же Должны открыть Счет В определенном банке Они Первый Финансовый Отчет Назвается Первый Финансовый Отчет Когда они Представляют Эти документы Ну там Очень много Документов Там Об имуществе Допустим О выплачиваемых Налогах И так далее То есть Вот Вместе с этим Он представляет Первый Финансовый Отчет Какую Сумму Он потратил На сбор Подписей Сбор Подписей Это не Говорит о том Что он Подкупает Подписи Люди Которые Ходят Подоплан Для сбора Подписей Подвергаются Определенные Транспортные Расходы И так далее То есть Это говорит о том Что уже На начальной Стадии На начальной Стадии Уже Затратны Это Действие Естественно Самые Большие Средства В основном Уходят На Придворную Агитацию Сюда входят И плакаты И брошюры Разные И встречи И выступления В платном Эфире Там Выступления Платных Допустим Статьей И так далее В платных Средствах Да Платная Политическая реклама Средства То есть Все это затратно Закон Не устанавливает Минимального Размера Минимального Нет Этого фонда Сколько он может Потратить За избирание Это абсолютно Но Максимальный Предел Установлен Давайте назовем Чтобы зритель Понимал 10 миллионов То есть Максимальный Предел То есть Кандидат В президенты В Азербайджане На свою Компанию Начиная Как вы правильно Отметили Еще до Агитационной Компании Больше 10 миллионов Азен Потратит Ну в принципе По закону Не может В принципе Может Но Куда Потратить Были бы деньги Ну В любом случае Тогда у него Не останется Средств На проведение Агитационной Работы Естественно Трата есть Производство Печатной Продукции Уже До Начала Агитационного Процесса Это же Не сразу же Делается То есть До начала Агитационного Процесса Наверняка У каждого Кандидата Уже есть Печатная Продукция Которая Его будет Рекламировать Кто может Финансировать Кандидатов Президенты В Азербайджане И каково Здесь Иностранные Легче сказать Кто не может Давайте так Да Иностранные Граждане То есть Иностранцы Финансировать Перечислять им Какие-то деньги Даже если У них есть Какая-то доля Допустим В каком-то Юридическом Лице Находящийся Азербайджан То есть У них такого Только граждане Азербайджан Международные Организации Международные Структуры Не могут Даже В Азербайджане Анонимные Например Если человек Хочет пожертвовать Но не хочет Чтобы Так сказать Ну Как бы Общировать себя Лишь Ну причины могут Разные Не разрешают Да Абсолютно То есть Кандидат в президенты Потом должен Будет в отчетности Показать Что вот такой-то Гражданин Не может Да Он не может То есть Фактически Эти деньги Не должны быть Приняты И вот Вы сказали Насчет Траты В конечном итоге Когда Уже Завершается Весь процесс Избирательный Кандидат Представляет Уже второй Финансовый отчет Где указывается Какую сумму Для чего Они потратят Вся сумма Которая Потрачена На избирательный Процесс Сюда включается И агитационный Процесс И другие Все должно быть Потрачено Из этого фонда То есть Каких-либо Из других Из других источников Даже грубо говоря Из своего кармана Он просто Потрать не может Должен сначала Фонд Да Даже закон Становит Что сам Кандидат Тоже может В этот фонд Внеси деньги Если есть Личные деньги Но сначала фонд Чтобы это все Только оттуда У вас остается Очень мало Время Но вопросы У меня есть Поэтому я попрошу Немножко в темпе Такой интересный момент По поводу Экзитполов Это тоже Я помню Когда эта процедура Вводилась Это был спор Нужны экзитполы Не нужны Какими должны быть Экзитполы Когда надо будет Обнародовать результат Экзитполы Это долгие споры были Но я хочу понять 7 февраля У нас экзитполы Будут или не будут Кто обращается Если уже будут И каковы там условия Насчет экзитпола В основном Обращаются Структуры Которые уже Как бы Имеют опыт И в их деятельности Предусмотрен проведение Экзитпола На всех Прошлых выборах Были Экзитполы Закон устанавливает Что За 20 Дни до Голосования Могут обращаться Для проведения Дедлайн за 20 дней Да За 20 дней И после Принимается решение Опять таки Здесь Для отказа момента Могут быть Как мы сказали Если данные Которые Обнародовать не можем Не соответствуют Действительности Пока Насколько Я Так сказать Знаю Пока Может быть Даже есть Пока Но регистрация То есть Мы обнародовать не можем Потому что Пока Они Не пройдут Регистрацию Очень сложно Сказать Что они Получат Это право Или нет Иностранное Участие Каково Экзитпол Может иностранная Компания Прийти и сказать Что я буду Проводить Экзитпол Экзитпол Ну Я опять Сейчас я Задаю вопрос Не об этих Кандидатах Не об этих Выборах Но знаете Как Если посмотреть На результаты Предыдущих Избирательных Процессов Ну Некоторые Кандидаты Видимо Руководствуются Принципом Главное Участие То есть Какого-то Политической Целесообразности По количеству Голосов И так далее Но это как бы Лихо Личное дело Но Понимаете Как Они идут На электоральный Процесс Собирают деньги В этот Фонды А потом Ты смотришь Результаты Ну Довольно Такие Скажем так Стоило Не стоило Вообще Подавать Но А деньги Собраны Да Вот Как здесь После Электорального Процесса Какая-то Отчетность Есть Или Так сказать Все исходит Из того Что Ну Он Кандидат Собрал Деньги Ну Потратил Вот Именно Финансовый Отчет Предусмотрен Для этого То есть Оставшиеся Деньги Уже Пропорционально Как бы Честно говоря Такой практики Я Не то Что Не знаю То есть Возвращать Никому Ничего Не должны В принципе Они могут Возвратить Если В принципе И пропорционально А честно говоря Такой практики На моей практике В основном Я не знаю Такую практику Если откровенно Да И полминуты Буквально Какую избирательную Активность Вообще Вы ждете Но я Точных цифр У вас спросить Не могу Точные цифры Мы узнаем 7 февраля Да Ну Во-первых Хотелось бы Вообще 7 февраля Какую избирательную Активность В целом Вы ждете Опять же С учетом Опыта И с учетом Того Что в зимние Месяцы Это будет Иногда Говорят Что это Влияет Естественно Погодные Словия В какой-то Степени Могут Появлять Но Решающими Они не станут Да Я думаю Что решающими Они не станут Я думаю Что Ну В данном Суще Я могу Сказать Как гражданин Гражданин Азербайджана Что Учитывая Все Последние Эти моменты Я думаю Что активность Будет Большая Я так Думаю Будем Надеяться Да Будем Надеяться Потому что Активность Это Скажем так Не безразличие Граждан К судьбе Страны К тому Что мы Делаем Как Идем Огромное Спасибо Фуад К сожалению Эфирное Время У нас Подошло К концу Я напоминаю Нашим Зрителям Что все Это время В студии Наши Вопрос Отвечал Член Центральной Я напоминаю В эфире Телеканал ACBC Была Общественно Политическая Передача Актуальна Сегодня Я ведущий Станин Азайев До свидания До новых встреч Продолжение следует